Добрый день, друзья! С вами канал Дали от города и я Нина Коновалова. Сегодня, на мой взгляд, будет достаточно интересное видео, поскольку там будут некоторые фрагменты из моей личной жизни, а точнее, как мы отдыхали в Архызе в этом году. Но, конечно же, основная тема – это борьба с фитофторозом, с фитофторой в летнее время года. Итак, в этом году, в январе, мы с супругом отправились в Архыз покататься на лыжах. И в один из дней, когда южный и северный склон были закрыты для катания на лыжах, мы отправились в заповедный лес. И вот там мы увидели необыкновеннейшую красоту. На каждой мачтовой сосне было огромнейшее количество гриботрутовик. Муж срубил его, некоторые грибочки с трудом отрывались. Пообщалась с местными жителями на разные темы. И узнала, оказывается, что гриб-трутовик – это отличнейшее народное средство для борьбы с фитофторозом. Вообще, знаете, у них же там повышенная влага, и они не знают никаких заболеваний, гнилостных заболеваний, никаких вершинистых гнилий, никаких фитофтор, никаких грибковых поражений и корневой системы, потому что они все обрабатывают. Я, естественно, все у них узнала, и вот сегодня буду вам рассказывать. Гриб-трутовик – его можно собрать почти в каждом лесу. Он встречается на стволах у деревьев, упавших или высохших деревьев. Гриб представляет собой вот эти крупные наросты. Собирать трутовик можно и зимой, и летом. Я встречала информацию в интернете, что якобы молодой гриб-трутовик имеет больше полезных свойств в своем составе. Но местные жители говорят, что и молодые, и старые вот такие вот особи, они одинаково полезны. Просто молодой гриб легче нарезать, натирать, измельчать. А взрослый гриб достаточно тяжело, в общем, измельчать. Но все равно и тот, и другой гриб, и молодой, и старый, они одинаково полезны. Вообще гриб-трутовик обладает противомикробным, противосептическим свойством. Может защищать от различных болезней томаты, картофель, огурцы. В составе биологически активные вещества, то есть мощные биогенные стимуляторы. Вот именно они и повышают защитные силы растений. Такие биологически активные вещества ни в других грибах не встречается. Гриб-трутовик имеет сложный химический состав. В него входит и уксусная кислота, и муравьиная кислота, и щавелевая кислота. В нем есть дубильные вещества, полисахариды. Если у растения не хватает какого-то одного из компонентов, то раствор компенсирует его нехватку. Содержатся микроэлементы. Медь, алюминий, цинк, серебро, кабальт. В общем, огромная таблица Менделеева. Из всего вышесказанного понятно, что трутовик может оказывать на растения благоприятное воздействие и являться стимулятором роста. Понятно, что для меня трутовик это новое народное средство для применения в саду и в огороде. Тем не менее, я уже выделила у себя часть баклажан и часть перчика сладкого и немножечко томата, которые я буду обрабатывать. И уже сейчас я начинаю опрыскивать настоем. Если вы обнаружили на растениях первые признаки фитофтороза, нужно незамедлительно приступать к приготовлению состава. Для этого достаем грибы и измельчаем как можем. Если молодой, мясорубки. Если старый, ну рубите, как у вас получится. Единственное, что мелко измельченный гриб быстрее готовится. Если вот как у меня на крупные кусочки вы порубите гриб, то готовится будет двое суток. Порубили гриб, приложили некоторые усилия. На один литр кипящей воды берется где-то 100 грамм гриба. Гриб заливается кипятком и настаивается 10-12 часов, если это мелко измельченный и двое суток, если это вот такие вот крупные брусочки гриба. Емкость желательно укутать и отправить в темное место. Готовый настой процеживаем и опрыскиваем растение с помощью пульвизатора. Как только я узнала, что гриб-трутовик достаточно популярное средство и широко применяется для борьбы с фитофторозом, какими-то гнилостными заболеваниями и инфекционными заболеваниями на томатах, на картофеле, на огурцах, на перчике, то я стала искать в интернете информацию. Если человеку нет возможности достать вот такой гриб-трутовик, что делать? Очень просто. В аптеках продается уже измельченный гриб в таких фитопакетиках. И эти фитопакетики можно использовать для применения вот этого раствора, для лечения и для профилактики, кстати, наших растений от фитофтороза. Берем 5 пакетиков фиточая из чаги, ну вот эти обычные аптечные фитопакеты, кладем в емкость и заливаем 5 литрами горячей воды, накрываем и настаиваем 2 суток. Через 2 суток мы процеживаем все и вот это средство не разводим, уже готово для опрыскивания наших растений. Кстати, вот этот жмых, который остался в фитопакетах, можно немножечко подрыхлить в грунт вокруг корневой системы томатов. Очень хорошее средство и, говорят, очень эффективное. Итак, этим раствором вы можете опрыскивать томаты, огурцы, перец. Причем отпрыскивать нужно так, чтобы раствор обязательно попал и на нижнюю часть листиков, так как именно там поселяются споры фитофтора. За сезон можно опрыскивать тепличные культуры дважды. Первый раз опрыскивание проводить во второй половине мая перед цветением томатов. И в конце июня, в начале июля эту процедуру можно повторить, так как к этому времени томаты уже подрастают, появляются новые листья, которые тоже нужно обработать от фитофтороза. Кроме опрыскивания томатов и других тепличных и уличных растений, в тот же день можно поливать настоем под корень. И комнатные цветы один раз весной можно полить и обработать. Рекомендуется однократно обработать подросшую рассаду, поскольку это профилактика для появления фитофтороза в будущем. Так, что еще я узнала про гриб трутовик? Вот сейчас кто-то обязательно напишет и скажет, ну вы-то же сами не пробовали, почему вы это все демонстрируете для нас? Ну, во-первых, я больше чем уверена, что кто-то из моих подписчиков уже испробовал в борьбе с фитофторозом. Ну, а я много прочитала, действительно, я много прочитала. И плюс, учитывая то, что мне рассказали местные доброжелательные черкесы, жители Архиза, я им склонна верить. Ну и, конечно же, длительность их возраста, который они проживают в прекраснейшем месте, говорит только о том, что они минимум применяют химии и больше они применяют органики. Идем дальше. Гриб трутовик эффективен не только в борьбе с фитофторозом, также он не дает развиваться и распространяться кладоспариозу и другим микозам. И вот действие состава с применением гриба основывается не на уничтожении инфекции, а на поднятии иммунитета самого растения. У всех растишек появляется шанс самостоятельно побороть любое бактериальное, грибковое или вирусное заболевание. И вот все это, конечно же, благодаря уникальному составу гриба. Ну и, конечно же, в грибе содержится большое количество дубительных веществ и микроэлементов. Все это положительно сказывается на здоровье наших растений. Ну, в общем, скажем так, я вам рассказала и довела до вашего сведения все то, что я узнала. И, возможно, кто-то из вас в обязательном порядке мне расскажет о том, что он знает. Пишите все в своих комментариях. Мы их все читаем и, по возможности, отвечаем на них. Что еще мне рассказали местные жители? Осенью они измельчают грибы и вносят в почву. То есть, немножко разрыхливают почву свою. Жмых, если они делают настой для обработки растений, тоже все отправляют в почву. Вот, собственно говоря, и все, что я вам хотела рассказать. Надеюсь, информация была полезна. Жду ваших комментариев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, друзья. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok